Всем привет, дамы и господа, мы рады приветствовать вас на первой нашей игре сегодняшнего турнира на Non-Stop Energy League и это будет сегодня первая игра, но она не первая как по счету, но в принципе не суть важна, поскольку игра у нас будет интересна команда Апотчинса у нас будет играть против команды ЕГЭ финалисты нашего, точнее даже победители нашего прошлого турнира, по сути вчерашнего и победители пятого интернешнл у нас сойдутся в данной игре это будет очень даже интересно да, ЕГЭ те самые, возможно не те самые, кто знает, но думаю после этой игры станет понятнее снова Warriors берет нас покажется Джакиру и очень быстро пики у нас проходят да, и команда ЕГЭ у нас должна удивлять должна показать команде Апотчинсов, что они все-таки пришли сюда именно за победой вот четыре героя у нас имеется у команды как они называются, я забываю периодически Апотчинсов, просто название у них такое немного нелюбиобильное но все-таки посмотрим, вот как у нас будут исполнять данные коллективы четыре секунды остаются у нас до перехода на саму игру пора выбирать, пора делать ставки и пора зарядиться энергией за зрителей бежда но тем не менее игра начинается сейчас даже мы это скоро увидим да, и вы увидите все пики на своем экране и наконец-то не увидите наши прекраснейшие лица ну что ж, давайте начнем с команды с представлений команды Апотчинсов на Лишаке у нас будет играть Колден Брейс на Виндрэнджер у нас будет играть по дефолту Коготь на Найт Сталкера у нас будет исполнять Диент на Виномансере возможно это будет Кэрри Виномансер у нас будет на нем играть Заоза а вот тот самый Ворюсер у нас будет играть на Джакире да, и с другой стороны команда ЕГ у нас ПБ будет играть на Рубике Илья Квин оф Пейн Тесак Фантом Ассасин Учиха будет бегать на Аксе и ГЛ Эхп на линиях ну мы-то знаем, как это произносится да, именно Эхп оно звучит даже мелодичнее ну что ж, и мы будем ждать 15 секунд у нас остается до первых баунти рун посмотрим, будут ли у нас команды за них соревноваться либо же просто заберут свой Е и отойдут тактически, но все-таки посмотрим какая у нас будет игра по темпу ее развития ну а пока мы немного зарядимся энергией будем ждать и надеяться на то, что игра у нас будет действительно веселой понимает уже Телекинез там у нас Сталкера но, ну да, такая себе идея в итоге по две руны пока что забирают все в принципе поровну и тяжелая игра у Ворюрса снова у него только после победы на финале легкая игра и хорошая ну что ж, пока что, опять-таки у нас Курьер возлетается по всей карте напоминаю, что в турбо режиме у нас у каждого по Курьеру который имеет скорость передвижения 1100 это много действительно много да и то, как сказать, верно ну что ж, на верхней линии у нас Нэд Салкер стоит вместе с Винд Рейнджер пытается как-то пробивать понемногу Фантом Ассасин под Вайдом, в принципе, неплохо так на 25% здоровья и снесли ну, кстати, пока непонятно какую роль у нас взяли в Курьере потому что Нэд Салкер и Вайер на одной линии ну, Винд Рейнджер, скорее всего, будет как тройка а вот Нэд Салкер четверка он даже закуп такой себе скажу Нэд Салкерам да, хороший, в принципе, и у него манга имеется мана у него не закончится, плюс у Орбо Квином пока начальный закуп у него, в принципе, неплохой да, ну и на Минде про противостояние Квин Оф Пейн против Леш Рока пока что по крипам все-таки немного больше понабирает Колд Эмбрейс но, опять-таки, пока что первый урник Степ Ферст Блад в то время происходит на нижней линии погибает Акс достаточно непонятно, как он здесь смог погибнуть но все-таки, наверное, переагрессировал это тактика игры на Аксе а, ну, естественно, у нас если Акс не умрет больше пяти раз за десять минут, то он не выиграет игру логично да, и будем смотреть, сколько раз он у вас умрет ой-ой, тут у нас на центре на Квин Оф Пейн выход от Леш Рока, и, возможно, сможет ее убегать это второе убийство для команды ополченцев на сей раз на центральной линии ну, пока что все не так сложно складывается для них, кстати, в Орверс возможно, получится забрать, но нет в итоге пока что разминает только Акса Аксу приходится тоже играть осторожнее ну, как, ну, у него там уже 200 здоровья и в ласке у него ничего такого нету просто джекер его закидывает дуалт-брессами еще у него айспас имеется также возможно, у завоза тоже имеется свой гель но он его не использует пока ну, кстати, линия тоже не совсем ординарная на самом деле, здесь Акс с Линой стоят ну, как минимум, если... ой, хорошим гелем у нас попадает Виномансер по Аксу но, возможно, Аксу у нас не заберут, поскольку регенерация здоровья у него высокая а у ровного с геля не так уж и много еще и Лина в станом попала, в итоге подстопила немного противников хотя, считай, что он взлетает, должен догорать ах, одно здоровье у нас у Акса остается как же только что повезло ему не отправился, он в Саверну на сей раз как игру не выиграть да, и то верно на верхней линии у нас пытались как-то пробить Рубика но, ой-ой-ой, попал еще Памшот у нас Виндрейнджер но Рубика у нас не сумели забрать, так же отхиливается он с Хилинг Селфом но пока у нас, опять-таки, небольшое затишье пытается Найт Палкер регрессировать вместе с Виндрейнджер да, у Виндрейнджера, тем временем, все на самом деле хорошо 16.5 по крипам и пока не особо-то и напрягает здесь Фантом Ассасин да, вот он тоже Фантом Ассасин, 6 крипов это не самый лучший результат маловато, маловато да, любят у нас на турбомоде ходить 2.1.2 по линиям но бывает такое, что берут не те герои вы, команда, не может просто соревноваться со своими оппонентами и как с этим бороться пока неизвестно да, все хорошо стоят в своей линии как минимум у них оффлейнеры не умирают и мидеры, поэтому у них имеется некое преимущество в виде 4000 преимущества очень быстро растет, но опять-таки турбомод здесь все происходит немного быстрее в два с половиной раза не больше не меньше попадает в нас с гелем по линии также еще вориорс закидывает своим долл бресом и лину возможно у нас мог как-то убить, но вориорс бежит вориорс и да, возможно лину у нас погибнет за ней еще висит гель агры у нас используют Акс пытаются как-то пробить вориорс, но как-то ему не везет по урону прокруток не так уж и много как ему хотелось бы возможно еще ази ой хорошо да нет у нас скрипает джекер и возможно у нас Акс погибнет если не раскрутится еще несколько раз, но нет погибает он безразуменно ну и даблкил для виномансера хорошо только что на верхней линии тоже погибает зашли два игрока ой-ой-ой 14 хп у него остается выживает он на таком игровом моменте достаточно веселым не хотят, не хотят умирать снова в принципе как и вчера игроки пока у Акса две смерти это уже шаг небольшой, но в победе опять-таки на центральной линии у нас полная доминация со стороны вишрака у него уже имеется 10 уровень во время... и плани-бустер да, и совсем скоро возможно у него даже появится еще и дотстоун а и Акс снова умирает причем довольно быстро там еще и лину поцепляет, в итоге снова серия убийств уже виномансера да, ну конечно, если они... вообще если Акс умирает, то это не так уж и плохо но вот если умирает вся команда то это уже ведет к небольшим расстройствам внутриигровым и 8000 преимущества у нас уже имеется за командой ополченцев и счет 9-0 и начинается ночь на самом-то деле но и сталкер готов убивать и с него уже урна сейчас возможно будет какой-то выход кстати где у нас там бегает на центральной линии но вот, да, вышка падает ну да, в принципе легко у нас идет игра для команды ополченцев уже 12000 преимущества буквально секунд 30 назад было 9 да посмотри просто какая разница над ворсом там просто все мега печально Найт сталкер имеет над ворса больше чем Квин оф Пейн и Фантом Ассасин чем у любого игрока команды противников в принципе так было наверное и проще сказать но я пытался немного перемудрить ну вот Найт сталкер просто показывает своим характером что на центральной линии лучше рубку и Квин оф Пейн не появляться поскольку могут погибнуть что здесь просто ну там да и Фантом Ассасин тоже умирает есть уже Мейл Шторм у Вин Рейнджер и тоже показывает что здесь как бы тоже не пофармить ну да вот эти вот конечно изменения в виде Вин Рейнджера как она бегает с ультимейта это конечно достаточно забавно от нее и не убежать и но только если Лешрак у нас не погибает и забирает в момент не погибает погибает умер Ряк снова умирает 4 раза 6 минут в принципе неплохой КДА ну вышкать именивка остается хотя сейчас бы по-немного пробивать так кстати вот уже болтцом появился у нас у Лешрака еще и с пасом попадает у нас по Рубику еще и заливается гель по нему ты на мастеру 14-0 18000 преимущество ловит еще и Фантом Ассасин никуда не убежать никуда просто три удара в Вин Рейнджер потребовалось ну в принципе мы уже опытные парни мы знаем что могут отменять ГГ поэтому мы пока в это не верим это все ложь провокация это еще нужно доказать ну да нужно чтоб у Палтрон но пока что падает в Книл Пейн в итоге еще Ирина тоже погибает ну действительно похоже на ГГА но это пятая смерть для него ну не получается это как бы намекает на то что он сможет комбэкнуть но на шестой минуте 18-0 и 22000 преимущества такое уже не комбэк тут у нас Коготь просто решил пообщаться со своими оппонентами которые пишут ГГВП попросил немного извиниться перед ним ой как раз извинение прилетает но пока что не должен умирать еще и Пинок Пейн в итоге забирает и на Вин Ране пытается убежать но задувка от Клины просто погибает Коготь извинение принято скажем так если он конечно выиграет данный турнир я бы ему денег не дал поскольку умереть в такой игре это просто непростительно записал ну что ж продолжается у нас игра в принципе никакого темпа у нас не имеется поскольку просто одна команда просто вытирают ноги об другую и ничего такого не происходит и что с ним делать пока не понятно ну Лакс снова будет умирать пока что шестая смерть будет для него можно было предвидеть и пока что закрывается на базе команда ЕГ ЕГ уже немного не те ну и возможно сказалось изменение того что они поменяли Зумаила но это не столь важно так забирается у нас так же Лину еще возможно смогут забрать Рубика на уже на Т4 вышке на этот сталкер дает ему вой да это был по сути снова пишет ГКВП команда ЕГ но опять таки не стоит в это верить ну да я вот не верю ну 28000 преимущества такое же в принципе не отыгрывается там еще Метеорхаммер залетает в кого-то да опять таки подцепили у нас на эспас Фантом Ассасин ну убивают ее просто с легкостью ну 23-1 чат да действительно игра сложная да и к тому же под диаболиками бараки падают достаточно быстро и особых проблем у нас команда ЕГЭ не составляет своим оппонентам ну что сказать сейчас будет потихоньку переходить мне кажется к трону сразу да вот сейчас пошел ли шаг покупать себе Метеорхаммер будто они закидывают его в трон да вот погибает просто в секунду у Лина от Вейн Рейнджер первый Метеорхаммер он залетел залетает второй второй действительно почему бы и нет ну да так быстрее будет трон падать поскольку игроки отменяют нас ГГ это уже не первый раз такое у нас происходит ну и Акс у нас возможно погибнет еще раз да погибает у нас Акс девятая минута 37000 преимущества ну и Т4 падает да сейчас трон с таким же темпом думаю тоже будет падать ой как для повреждения у нас больно залетел полфантом Ассасин по сути в 60% здоровья у нее забралось через спасом попал у нас Вариорс по двоим героям прям на тантан уже идут Лишак вместе с Вейн Рейнджер давят просто давят у нас команда ополченцев 41000 преимущество просто не перестану повторять какое у нас преимущество на данной карте поскольку оно растет просто неимоверным образом да и забирать теперь у нас уже трон но еще и Глиф использует у нас команда ЕГ хорошая игра может там что то есть тем не менее десятая минута пока что команда ополченцев довольно уверенно побеждает и проходит дальше по турнирной сетке да это была действительно интересная игра поскольку убийств у нас было целых 29 и ну сказать больше нечего то что команда ополченцам на голову выше своих оппонентов Тесак 0.5 Учиха и Тачи 0.7 немного не задалась игра у нас у парней но все таки это не последний наш турнир и они смогут попробовать победить в следующем или в следующих как у них там повезет надеюсь все игроки будут играть дальше поскольку не нужно просто так уходить из команды и не знаю дезморалиться как-то все равно любое поражение делает вас сильнее поэтому просто тренируйтесь играйте дальше у вас будет целый месяц для того чтобы победить как минимум несколько турниров ну тем более команда действительно упала серьезно против них да да всякое бывает в любом случае это опыт они набираются и совершенствуются ну а мы уйдем на небольшую паузу и после этого будем готовы комментировать следующую игру ну да с вами был Каркок а с вами был Коллапс и встретимся совсем скоро и до сих пор Продолжение следует...